Если мы называем себя церковью, и мы поем ей с песней Святой Бог Богов во славе, возносим голоса Мы прославляем Бога, мы говорим, что Он святой, мы говорим, что Он праведный, мы говорим, что мы Его церковь Так если мы Его церковь, мы должны быть подобны Ему И это не сразу, но это зависит от нас Скажи, от нас Мы должны идти за Ним и очищаться Оставляя старые грехи, старые привычки, чтобы быть в образе Христа Чтобы твоя вера принесла много плода Бог хочет, чтобы ты был плодоносный Чтобы ты был смоковницей, который приносит плоды Чтобы через тебя спаслись сотни тысяч людей, аминь Мы не боимся дьявола, мы наступаем на Него Но помните, о чем говорит также Писание, что Он как рыкающий лев Ищет, кого поглотить А знаете, кого ищут львы? Они ищут раненую, слабую, добычу, старую Львы не могут, по сути, практически догнать хорошего скакуна Если это олень или что-то Они ищут и догоняют маленьких, старых, израненных Если человек не питает свою веру Если христианин только в церкви христианин То лев ищет, чтобы поглотить тебя И там написано Противостойте ему твердой веры Так, качки здесь есть? Я знаю, что есть Чтобы быть здоровым мужиком Надо много качаться, да? Бицепсы сами не растут Кто занимается спортом, знает Чтобы дамы также знают, кто следит за фигурой и так далее Все это происходит с трудом Подобная вера Если мы ее не качаем, не поливаем То она становится слабой И рыпающий лев уже приходит и съедает такого верующего Поэтому мы можем видеть отпадение из церквей Поэтому мы можем видеть, как народ Божий живет в сомнениях Бог говорит, наполняй свою веру Наполняйся Богом Утвердите им, аминь Аллилуйя Но я хочу еще раз прочитать Прелюбодей и прелюбодейся Не знаете ли, что дружба с миром Есть вражда против Бога И так, кто хочет быть другом мира То становится врагом Богу И вы также помните, что я вначале прочитал Что Павел говорит Не впрочем надо выйти из мира Но не сообщаться с теми, кто называет себя братом То есть не кушать, как говорит даже с ним Но я скажу вот так Мы с вами, церковь Христова Знаете, что вот в этих словах Не ешь с ним Берегись общения с такими людьми Берегись попасть под их влияние Если ты церковь А ты церковь? Аминь Если ты христианин Который верует в Христа Святого Бога То ты должен понимать Если в твоей жизни Есть брат или сестра Который спокойно позволяет тебе Крешить на твоих глазах И ты на это просто закрываешь глаза Я хочу тебе сказать Ты попадаешь автоматически Под влияние такого человека Может быть кому-то сегодня больно Может быть кому-то уже подходят бесы И закрывают глаза Шапки так одевают сверху Чтобы ты не услышал о святости Но я хочу сказать Бог стучится в сердца народа своего Сегодня Бог Он отделяет свой народ Он хочет отделить свой народ От греха И вернуть к Отцу Церковь Божия Мы должны услышать призыв Который сегодня говорит сам Бог Он говорит Будьте святы Потому что я свят Это его слова Это его призыв Он говорит о том Потому что похоть должна быть распята Потому что она уже была распята на кресте Мы не должны подражать этому миру Мы не должны идти на поводу у этого мира Мы не должны быть соучастниками этого мира Если ты становишься соучастником То от твоей святости остаются просто перья Бог И сатана Он без разбора Будет уничтожать тебя Уничтожать твоих близких Но мы сегодня здесь собрались Чтобы наступить на врага Чтобы наступить на сатану Чтобы раздавить его Верой в нашего Господа Чтобы сегодня начать жить святой жизнью Если ты не жил этой жизнью Аминь Кто крал В предник роди Никакое гнилое слово Это не исходит Иисус наш Удаляйтесь от тех людей Которые соблазняют вас Удаляйтесь от тех Которые спокойно Матерятся и говорят Ну Помолимся Забудется все Я вам сейчас приведу Хороший пример Что такое Забудется все Вы знаете что церковь Она сравнивается с семьей Вы знаете об этом? Аминь А еще глубже С мужем и женой И я хочу прочитать вместе с вами Эфисянам 5 глава Давайте окунемся В это слово Эфисянам 5.22 Итак мы поняли с вами Что блудодеяния Могут быть непрямолинейны Что человек спит с кем-то Но Это может быть Измена самому творцу Христианин Если идет На поводу этого мира Итак Эфисянам 5.22 25 Начинаем читать Жены Повинуйтесь своим мужьям Как к Господу Может быть ты услышишь слово Сейчас для себя И в этом Потому что муж Есть глава жены Как и Христос Глава церкви И он же Спаситель тела Но как церковь Повинуется Христу Так и жены Своим мужьям Во всем Мужья Любите своих жен Как и Христос Возлюбил церковь И предал себя За нее Чтобы осветить ее И очистить баню воды Посредством слова Аминь Аминь И мы видим с вами Что здесь Павел Он говорит О семейных отношениях Но переводит параллель На церковь Которая должна быть Верна Своему Господу Чтобы жить святой жизнью Нам с вами Нужно быть верными Нашему Господу Мы должны посвящать себя ему Мы должны быть верны с ним Не только в церкви На собраниях Но и дома Ты включаешь прославление дома А не мирскую музыку Ты не идешь И не мутюгаешь Если тебя Подрезали на машине И ты вылез Такой Он тебя обматерил И ты его тоже матом Ты его благослови Чтобы ему стало хорошо У меня один раз был такой случай Большой джип Я нечаянно подрезал У меня маленькая машинка была И я подрезаю Большой джип случайно Как так получилось Не знаю Не помню И он меня догоняет Резко рушал И такое Лицо большое Вылазит с окна А я везу Трех сестер С семинария Их перевозил Там помойку протерил Что ли Господи Я вообще не знаю И он такими матами На меня просто Ааа Льет Поливает Вообще Я не знаю Я все меньше и меньше Становлюсь Машина все меньше и меньше Я думаю Что сделать то Сествы Семинарии Я не могу больше Так себя вести Как раньше Потому что раньше Я бы вылетел Просто Я ему все Что я там Дома Селился с ним Но тут Милость Господа нашего Иисуса Христа Святость Его Синела меня Я выслушал все И я ему говорю Благослови Тебя Господь Он такой Пу И как-то Каза вернул И уехал Посмотрите Как я его победил Именем Господа Знаете Порой мы Вовлекаемся В то Что сатана Подкидывает нам Искушение Мы просто Падаем в них Но мы должны С вами быть Очень кроткими Мы должны Понимать Что дьявол Боится Скажи это слово Со мной Любовь Аминь Скажи громко Любовь Любовь А задняя площадка Ну-ка скажем Любовь Любовь Ты не любите меня Что ли Любите Да не ладно меня Христа Который Слове своем Который дал нам Основание Аллилуйя Мы должны Побеждать Да трудно Да тяжело Да мужчина У нас много гордости Мы всегда хотим Пацануть кого-то Но Любовь Она побеждает Всякий страх Она побеждает Самого дьявола Воздавая ему Не как он просит А любовью Он просто От нас будет Деру давать Такую деру Что я даже Практик Не увидел У него пятки Просто блестели Ничего себе Я ему надавал Нормально Благослови тебя Господь Все Рыгает церковь О великий Бог Я вернусь к тому Что я говорю Бог сравнивает Свою церковь С семьей Муж и жена Верность Верность Богу Подобно Мужу и жены Вы скажете Но я не могу Быть святым Но я не знаю У меня есть грехи Которые меня тянут А вы хотите Чтобы Ваша жена Вам изменяла Муж А вы хотите Чтобы Ваш муж Вам изменял Представьте Приходите домой Вы жена Он муж Он говорит Любимая Здравствуй Дорогая Прекрасная Цветочка Телена Ты такая Любовь моя Утро Работа Муж говорит На работе Задержусь Да А что случилось Много проектов Ты знаешь Моя ферма растет Все нужно делать А сам Тихо Уходит К любовнице Как Церковь Которая Прославляет Творца Подымая Ему руки Тихо Уходит К этому миру К своей Любовнице Оставляя Христа Есть картинки Такие Что человек Встает Рано утром Христианин Он бегает По своей квартире Там 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 А Христос Сидит И ждет Его Возле слова Возле слова Он просто ждет Тебя А ты бегаешь Суетишься Работа Подожди Чай Май Детей Одеть То Все Иисус Ждет Он ждет Отделишь ли ты себя От греха От суеты Марфа Марфа Ты заботишься О многом Но Мария Избрала Благую часть Она У ног Моих Что хочет Бог Чтобы мы Были Пододны Ему Да Трудно Кому-то Очень Трудно Освещаться Но Бог Даст тебе Силы Если ты будешь Ему верен Ты скажешь Натамей Аминь Если ты будешь Верен Своему Господу Он даст тебе Победу Церковь И сегодня Возможно Есть люди Здесь Которые проходят Трудности Вы Болитесь С грехом Этот грех Он просто Уничтожает Уничтожает Вас Как личность Как личность Во Христе Я хочу Вам сказать Вы Одержите Победу Если вы Примете Это слово В сердце Если вы Примете Этот призыв Господа Будьте Святы Потому что Я свят Говорит Господь Вы будете Очищены Вы Увидите Как прорыв Начнется В вашей Семье Вы Увидите Как помазание Святого Духа Оно Двинется В вашем Доме В вашей Карьере Кто-то Живет Сейчас Неудачи Бизнесмены Если Здесь Сидят У вас Полная Неудача Посмотрите Что С вашей Жизнью Где Грех Умертвшляет Вашу Жизнь Потому что За грех Смерть Не обманывайтесь Братья И сестры Не надо Себя Дешить Что Я Маленько Грешу Не бывает Маленьких Грехов Мы Нужны Стремиться К святости Стремиться К этой Святости Я благословляю Тех Людей Которые Особенно Это Понимают А Которые Не Понимают Еще Особеннее Благословляют Вас Потому что Вам нужно Понять Если Вы будете Изменять Богу Я уже По-русски Скажу То Измена Это Факт Предательства Мы Не должны Изменять Богу Я не Слышу Амин 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 Спасибо 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 Господу За каждого Из вас Я знаю Что это Слово Очень Важно И Оно Будоражит Многих Кто-то Считает Себя Очень Святым А кто-то Считает Себя Недостойным Послушайте Кто Себя 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 Недостойным Кто Себя Себя Грешником Кто Не Себя Святым Вообще Вы Должны Принять Святость Христа И Вы Будете Подобны Ему Амин Он Отделил Себя От этого Мира Но Не вышел С ним Он Проповедовал Он Молился Мы Церковь Божия Через Которую Народы Будут Спасаться Через Которую Сотни Тысяч Молодых Людей Будут Освобождены От Алкоголя И Наркомании Но Если Мы С вами Будем Пьяницами Если Мы С вами Будем Курить Если Мы Что-то Будем Делать Кто Освободится Они Будут Затыкать Нам Рты Ты На Себя Посмотри Поэтому Бог Призывает Нас К Святой Жизни Если Ты Нагло Орешь Постоянно На Всех На Людей На Своих Соседей На Работников А Потом Говоришь Иисус Вас Любит Конечно Кто Тебя Примет Покайся Попроси У них Прощения И проповедуй Христа Амин Еще Одна Проблема Которая Дьяволом Просто Закидывается Как бомба В церковь Бомбочка Такая Знаете Какая Проблема Я хочу Чтобы Вы Месяцом Открыли Римлянам Римлянам Я вам Сейчас Скажу Что-то За Проблема Сейчас Поймешь Скажешь Класс Я так Живу Всегда И скажешь Я победил Жив Проблема Очень Часто Церковь Попадает На этот Крючок Сатаны Римлянам Вторая Глава С первого Стиха Итак Неизвинителен Ты Всякий Человек Судящий Другого Ибо Тем же Судом Каким Судишь Другого Осуждаешь Себя Потому что Судя Другого Делаешь Тоже А мы Знаем Что По Истине Есть Суд Божий На Делающих Такие Дела Неужели Думаешь Ты Человек Что Избежишь Суда Божия Осуждая Делающих Такие Дела И сам Делая Тоже Или Или Пренебрегаешь Богатство Благости Кротости И Долготерпения Божия Не Разумея Что Благость Божия Ведет Тебя К покаянию Но По Упорству Твоему И Нераскаянному Сердцу Ты Сам Себе Собираешь Гнев На День Гнева И Откровения Праведного Суда От Бога Который Воздаст Каждому По делам Его Тем Которые Постоянством В добром Деле Ищут Славы И Чести И Бессмертия Жизнь Вечную А тем Которые Упорствуют И Не Покоряются Истине Но Предаются Неправде Ярость И Гнев Скорб И Теснота Всякой Душе Человека Делающей Злое Во-первых Иудея Потом И Елена Напротив Слава И Честь Мир Всякому Делающему Доброе Во-первых Иудею Потом И Елену Ибо Нет Лицеприятия У Бога Аминь Это проблема Это осуждение Когда люди Пытаются Осудить Других Людей Церковь Попадает На крючок Сатаны И люди Говорят А она Такая А он Такой О Посмотри На нее О На него Посмотри А этот Пастор Такой А это Служитель Такой А эта Сестра Посмотри Какая Вообще Списанный Продукт Осуждение Это Разрушение Духовного Человека Которого Бог Насадил Внутри Тебя Возродил Его Осуждая Других Ты судишь Себя Первое Ты Разрушаешь Любовь Христу Ты Скошение Осуждаю Я Смотрю Факты И говорю Кому Надо Он Спросит Если Это Чин Высокий Над ним Есть Еще Чин Высокий Он Спросит С него Знаете В России Очень часто Люди Осуждают Власти Но Не Церковь Я хочу Вам Сказать Церковь Не призвана Осуждать Власти Она Призвана Благословлять И молиться Как Из-за Своих Близких Как Из-за Своих Родных Послушайте Год За Годом Люди Поколение За Поколением Осуждали Наши Власти Ну И Что Что Изменится Наше Слово Да Мы Хотим Чтобы Наше Слово Слышали Да Мы Хотим Где-то Даже Кому-то Дать Но Помни Любовь Побеждает Всякий Страх Любовь Побеждает Всякий Негатив Который Сатана Сеет Церковь Божия Сегодня Непростое Время И Знаете Я хочу Вам Сказать В России Происходит Много Всего Не Поддавайтесь Провокации Дьявола Через Новости Которые Просто Провоцируют Чтобы Церковь Погрязла Осудила Украину Украина Осудила Россию Америку Америка Нас Вы ее Послушайте Остановитесь Если вы В этом Жили Не Судите Потому что Бог Говорит Я Зыщу С вас Молитесь Благословляйте Мы Не призваны Мыть Кости Мы Призваны Молиться Уйдите От этих Интриг Убегите От этого Телевизора Который Или интернет Паститесь От этого Раньше Нам было Паститься От продуктов Нам Паститься От интернета Очень Сильное Влияние Делает Лукавый Я вам Хочу Сказать Дьявол Стоит За городами Районами Поселками Его Бесы Управляют Этим Проституция Наркомания Осуждение Провокация Делает Демонический Мир Тут скажет Не Этого Нет Ну Ладно Одно Треть Ангелов Только свалилась На землю И здесь Бегают Где-то Где Кто-то скажет В свиней всех Иисус Загнал Да ничего Подобного Они как Искушали Так Искушали Как подходили Как говорили Нам наши Уши Посмотри Какой красивый Верующий 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 Я беру Я беру С собой Человека Какого-либо Любого Потому что Я знаю Что я иду Против Сильной Духовной Брани Дьявол Атакует И чтобы Не было Соблазна Я заезжаю В гостинице Еще Куда-то Никто Не знает Что сделает Сатана Я беру С собой Просто Брата И вместе Как Иисус Скал Подвое Идите Подвое И он Сохраняет Святость Если Человек Чувствует Даже Свято Человек Он делает Оберегает Оберегайте Себя Дорогие Не Поддавайтесь Искушению Осуждать Осуждение Противный Мерзкий Грех Еще Одна Проблема Которая Возникает В церкви Это Зависть Иакова 3 глава 16 стих Ибо Где Зависть И Сварливость Там Неустройство И все Худое Для Многих Это будет Ответ Почему В твоей Жизни Неустройство Почему У тебя Не клеится Там Там А вот Исследуй Своё Сердце Есть люди Которые Вообще Не понимают Слово Зависть Ну Реально Они Вообще Ровно Кто там Чего Кого А есть Люди Которые Не понимают Как у людей Что-то есть А у них Нет И у них Возникает Такое чувство Боже 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 Мой Что Делать А Это Зависть Она Просто Съедает Человека Он Просто Не знает Что Делать И потом У него В жизни Все Худое И Неустройство Дорогие Сатана По-прежнему Сеет Превел Пока Мы с вами В теле Пока Мы с вами Живем В теле И если Завтра Не наступит Пришествие Иисуса Христа Мы Должны С вами Бодрствовать И молиться Чтобы Не впасть В искушение Дух Бодор Плоднемощный Помните Об этом Что Сатана Будет Бить Именно По плоти Ваш Он Будет Ловить Вас За ваши Слабые Места Вы Их Откроете А он Будет На это Давить Он Не Вездесущий Как Бог Но Порой Мы Просто Сами Открываем Для него Двери Верующие Которые Искуплены Кровью Христа Совершают Поступки На которые Мерзкие Мухи Слетаются Грязевул Князь Мух И эти Бесы Приходят И начинают Рушить Нашу Жизнь Послушайте Закройте Сегодняшнего Дня Все Двери Аминь Я хочу Чтобы мы Встали На свои Ноги Дорогая Церковь И я буду Молиться Вместе С вами